Мы разбираем молитвы, представленные в Библии, от патриархов, которые были очень близки с Богом. Мы также рассмотрим молитвы, которые произносили апостолы, и как Бог отвечал на них. Эта серия очень близка моему сердцу, потому что мы можем знать, какие молитвы касаются Бога и соответствуют Его воле. А затем молиться по воле Божией, зная, что Бог слышит нас и ответит нам. Зачастую люди молятся весьма поверхностно, и из-за этого их молитвы не имеют силы. Иногда люди молятся за то, что за пределами воли Бога. Поэтому очень важно молиться по воле Божией. А в Новом Завете сказано, если мы просим о чем-то по воле Его, то знаем, что Он слышит нас и отвечает на наши молитвы. Итак, рассматривая молитвы патриархов, Давида и других людей, которые были близки с Богом, мы знаем, что если будем молиться за подобные вещи, то Бог услышит нас, а также мы можем быть уверены, что мы получим ответ на свои молитвы. Сегодня я хотел бы взглянуть на молитвенную жизнь Иакова из книги «Бытия», 32 главы. Бог очень сильно любил Иакова. Павел писал в послании к римлянам. Иакова я полюбил, а Исава возненавидел. Рассматривая молитвенную жизнь Иакова, мы можем быть уверены, что Бог действительно любил Иакова. Во-вторых, вы должны понять, что у нас с вами отношения с Богом Авраама, Исаака и Иакова. Бог Иакова и ваш Бог тоже. Следует заметить, что большую часть своей жизни Иаков не отличался высокой моралью. Имя Иаков означает «проныра», потому что он пытался схватить Исава за пятку во время их рождения. Но Иаков был не только пронырой, а он еще и обманул своего отца. Он притворился Исавом и украл первородство своего брата. То есть Иаков был довольно скользким характером. Он был неидеальным, с множеством недостатков, но Бог, тем не менее, любил его. В послании к Титу сказано, что Бог любит нас не за наши праведные поступки, а по своей милости. «Божья милость была на Иакове». Итак, вы неидеальны. Иаков не был идеальным. И как Бог слышал молитву Иакова, так Он слышит и ваши молитвы, потому что у вас тот же Отец, что и у Иакова. Он же Отец нашего Господа, Иисуса Христа. Давайте перейдем к Торе. Тора — это пять первых книг Библии. Еще их называют «Пятикнижие». Мы с вами сегодня откроем первую книгу Тора. «Брешит» или «Бытие», что означает «Начало». Глава 32, 24 стих. Но сперва я прочту весь отрывок, а потом мы разберем маленькую его часть. «Строчку за строчкой» и поговорим о том, как применить это к жизни. Помните, Иисус говорил, «Не имеете, потому что не просите». Давайте используем эти молитвы в качестве вдохновения, чтобы стать более напористыми в нашей молитвенной жизни. Больше молиться и больше верить, так мы начнем получать гораздо больше. Иисус говорил, «Неустанно молитесь». Молитва делает с нашим духом то же, что и воздух с нашим телом. Молитва — это спасательный трос к Богу. Молитва — это общение с Богом. Мы общаемся с Богом, а Бог общается с нами. Наша жизнь должна быть в молитве. Проистекать в ней непрестанно. Это как море или как баня, с которой Библия также сравнивает Божественное Слово. Баня, которая омывает нас. Вода чистого Слова, которая делает нас чистыми постоянно. Тогда, когда мы нуждаемся в этом больше всего, мы должны молиться постоянно и неустанно. Делать это порою агрессивно, иногда в тихой комнате с Богом, неважно, как вы молитесь. Главное, чтобы вы всегда были на связи с Богом, с вашим Небесным Отцом. И сейчас мы посмотрим, какой должна быть наша молитвенная жизнь. Чтобы наши молитвы были услышаны Богом, и мы получили ответ. Бог любит вас, и Он будет использовать эту программу, чтобы ободрять вас и укреплять вас о вашем ежедневном хождении с Небесным Отцом. Итак, давайте читать. «И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому, Пенуэл. «Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Давайте разберем этот отрывок. Иакову нужно было схватиться за Бога. Почему? Потому что он переживал за свою жизнь. Ему предстояла встреча с Исаавом, и он не знал, чего от нее ожидать. Он оставил свою семью. Он был совсем один в мире. Иакову очень нужен был Бог, и он знал об этом. Почему он говорил, «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня?» Потому что он был в отчаянии. А это первый ключ к пониманию благословения. С этого турнира по борьбе с Богом Иаков ушел благословленным. Он ушел с новым именем, новой уверенностью и новой судьбой. А что привело к этому? Его отчаяние, конечно же. Он сказал Богу, «Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Иисус сказал благословенно жаждущие, потому что их есть Царство Небесное. Бог отвечает нам, когда мы в отчаянии, когда мы серьезно относимся к Богу. Он будет серьезно относиться к нам. Бог будет отвечать нам по мере нашего отчаяния. А насколько вы отчаяны? Отец, я хочу помолиться за твоих людей. Дух Святой, двигайся в сердцах, душах и разумах людей, и дай им дух отчаяния, чтобы они могли призывать твое имя. Помните, Иисус сказал, что Царство Божие силой берется. Это фраза, это форма духовного отчаяния. Именно в таком состоянии был Иаков, когда сказал, «Не отпущу, пока ты не благословишь меня». Мы должны сказать, «С меня хватит». Я устал от еле теплой жизни. Я устал от жизни без побед. Я устал от взлетов и падений. Я должен ходить в победе. Я в отчаянии. Я больше не согласен на среднюю жизнь. Я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня победой. Итак, в основе молитвы Иакова было отчаяние. Мне интересно, а кто из вас сейчас находится в таком духовном состоянии отчаяния? Если это вы, то опуститесь на колени прямо сейчас. Если вы отчаянно нуждаетесь в Боге, то скажите ему то же, что сказал Иаков. «Отец мой, мне надоело жить одному. Мне так надоело, что моя жизнь теплая. Я опускаюсь на колени и прошу, дай мне такое же сердце, как у Иакова. Сердце в отчаянии. Сердце, которое не отпустит, пока я не буду благословлен. Сердце, которое верит, что я буду благословлен, если не отпущу. Отец, я серьезно отношусь к Тебе. Я каюсь перед Тобою. Стоя перед Тобой на коленях, я прошу Тебя благословить меня и мою семью. Помоги мне после этой молитвы жить в единстве с Тобою. Я хочу жизни без взлетов и падений, жизни в победе, жизни прозрачной перед Тобой и перед людьми. Отец, я люблю Тебя и, как Иаков, хватаюсь за Тебя. Верой своей и провозглашаю от всего сердца, я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня во имя Иисуса моего, Господа и Спасителя. Я уверен, что некоторые из вас пережили сейчас Божие прикосновения. К вам пришла новая сила, новое помазание, новые возможности. Они пришли в вашу жизнь, потому что вы сделали то, что сделал Иаков. Придите к отчаянию, придите к вере. Это второе основание для молитвы Иакова. Иаков имел не только отчаяние, но и веру. Он имел веру в то, что Бог благословит его. Он верил в то, что его жизнь может стать лучше, он не только верил в то, что Бог существует, но и в то, что этот Бог еще и благословляет. Посмотрите еще раз на слова Иакова, что он говорит в 26 стихе, «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Для этого нужна вера. Он не думал, благословит ли его Бог, может ли Бог благословить его. Он знал, что Бог может и желает благословить его. Но ему нужно потребовать этого в вере. Как видите, чтобы получить что-то от Бога, нам нужно это потребовать. Я не говорю, что мы можем контролировать Бога. Нам нужно знать Бога и иметь достаточно веры, чтобы требовать что-то от Него. Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты сказал. Я верю, что могу иметь то, что ты сказал. Я не отпущу тебя, пока не получу этого. Для этого нужна вера. Люди, получающие что-то от Бога, верят, что Он есть. И ищущих Его, Он, наш Небесный Отец, вознаграждает. Поэтому вторым основанием молитвы Иакова была вера. А что вы думаете о Боге? Вы думаете, что Бог далеко? Вы думаете, что не можете на Него рассчитывать? Или же вы не уверены в том, что Бог будет или не будет делать, и поэтому вы не ходите с предвкушением благословения? У вас нет такой веры, которая поднимается и хватается за слово Иисуса? А Иисус сказал, «Если Сын освободит вас, то вы истинно свободны». У вас такая вера, которая говорит Иисус, «Я верю, что в Тебе я свободен. Я верю, что в Тебе я могу ходить в свободе и в победе». Библия говорит, что мы можем царствовать в этой жизни благодаря Иисусу Христу. Если вы верите в Слово Божие и в то, что Иисус сказал и себе, если стыд не мешает вашей жизни, потому что вы знаете, что принято в Нем, тогда вы подниметесь внутри, как это сделал Иаков, и скажете, «Господь, я хватаюсь за Твое Слово. Я верю Тебе. Я верю Твоему Слову. Я верю, что могу иметь то, о чем говорит Твое Слово. Отец, я хватаюсь за это и не отпущу. Это Мое. Я буду ходить в этом во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Вся слава Тебе. Именно такая вера двигает горы. Именно такая вера хватается за Слово Божие и верит, что Бог дает нам то, что говорит. Но делает Он это только через отчаяние и веру. Иисус сказал, «Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Небесное». Нищие духом означает признать, что вы пусты, без Божьей полноты. Иаков верил в то, что может быть благословленным. Также вы должны понять, что Бог желает благословлять вас. Иногда мы черпаем идеи из окружающего мира. А вы можете сказать, «Мои родители христиане, поэтому я буду жить на этом уровне победы». Но я смотрю на других людей из нашей церкви, и они живут на этом уровне. Они много переживают, жалуются и боятся. И часто вы соглашаетесь на меньшее, потому что ставите планку в соответствии с теми, кто вас окружает, а не с тем, что говорит Слово Божие. Но Писание говорит, что мы благословлены всеми духовными благословениями в небесах. Бог дает нам дух силы, любви и здравого разума. Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь с избытком. Когда вы действительно верите Слову Божьему, вы начинаете молиться об этом и требовать этого, а потом и получаете это. Полнота мира, силы и благословений. Помните, Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня». Нам принадлежат все духовные благословения в небесах. Полнота радости и полнота всех духовных благословений. Полнота свободы и полнота силы во Святом Духе не приходят за секунду. Но мы входим в это все больше и больше через молитву. Евреи изгнали Амареев, Хитеев, Евусеев и понемногу стали захватывать обетованную землю. Это образ нашей с вами духовной жизни. То есть через молитву мы поднимаемся, изгоняем тьму, разрушаем власть тьмы, недостатка и тревог. Разрушив все это, мы входим в вечную жизнь, в Иисуса, в Царство Божие. И так мы входим в еще больший мир, любовь, шалом, единство и силу Царства Божьего. Мы продвигаемся вперед и входим в еще большую полноту, о которой молился Иаков. В благословение, если сказать одним словом. Но для этого вам нужно отчаянно хотеть этого, верить в это, а потом пребывать в молитве. Павел сказал, что мы сражаемся не против плоти и крови, а против сил духовной злобы. Иисус, победивший все это, унаследует все эти благословения. Итак, чему же мы научились с вами сегодня? А научились мы тому, что Бог благословляет людей не потому, что они идеальны. Иаков не был идеальным, но он жаждал Бога. Вот почему он так сильно хотел заполучить первородство своего брата. Итак, возможно, вы не идеальны, но если вы жаждете Бога, то вы ему подходите. Во-вторых, вам нужно не только отчаянно нуждаться в Боге и жаждать его, но вам также нужно верить, что Бог желает и может благословить вас. Поэтому в завершении программы я хочу призывать вас не уставать от молитвы. Иисус даст вам пережить жизнь с избытком. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и не простую жизнь, а с избытком, то есть вас и меня ждет еще больше». Вы можете быть уверенными, что из-за ваших отношений с Иисусом Бог любит вас и благоволит к вам, хотя вы и несовершенны. И во-вторых, если вы приходите к Богу в вере, верите Его Слову, и хотите, чтобы оно полностью исполнилось вашей жизни, то вы можете быть уверены, что войдете в полноту жизни, которую приобрел для вас Иисус. Далее, в-третьих, Иаков был уверен в том, что Бог, которому он молился, был благословляющим Богом. В послании к Ефесинам сказано так, «Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, благословивший нас всеми духовными благословениями на небесах». Павел начинал все свои письма так, «Благодать и мир вам от Бога Отца и Господа нашего и Иисуса Христа». Вы должны быть уверены в том, что ваш Бог любит вас. Он благосклонен к вам, и Он благословляет. Поэтому благословен благословляющий. Бог желает благословлять вас. Субтитры подогнал «Симон»